Дорожный ремонт Донец-август это уже определенная такая серьезная точка, где можно предварительные итоги действительно уже подвести. Хотелось бы сказать, что в первую очередь, наверное, начать с такой емкой программы, которую мы реализуем на территории края по поручению губернатора. Уже второй год занимаемся. Это ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований, то есть дороги внутри городов, сельских поселений, деревень и так далее. Сегодня мы констатируем, что практически 30 муниципальных образований полностью завершили работы со стопроцентным выполнением. Общий объем в целом по краю вот из этого миллиарда рублей, это достаточно емкий бюджет, выполнили чуть более 70%. То есть достаточно уже такие серьезные темпы. На прошлый год я хочу сказать, что первый год прошлый у нас был пробный, поэтому, конечно, у нас процент выполнения был на этот период даже чуть ниже 50%. В этом году, все-таки, потренировавшись на всех технологиях, подходах, муниципалитеты уже понимают на торгах, правильно обозначить и рассчитать сметы, конкурсную документацию составить, провести процедуры и так далее. Мы, со своей стороны, для того, чтобы муниципалитеты начали на более раннем стадии подготовительную работу, доводим уже лимиты практически в конце предыдущего года. То есть на начало января все понимают, какие объемы средств уже будут по муниципальным образованиям. И надо здесь отметить следующее, что в этой программе участвуют все без исключения муниципальные образования. Нет ни одного муниципального образования, которое бы оказалось в стороне от реализации данной программы. Это вот такая очень серьезная новация, что весь край находится вот в таком бурном дорожном процессе. Я напомню, что эта программа у нас впервые после, наверное, 20-30 летнего перерыва начала реализовываться на территории края. Сергей Васильевич, а брака было много? Часто приходилось претензии предъявлять дорожникам и переделывать? Я хочу отметить, что по региональным, федеральным и муниципальным объектам брака стало на самом деле меньше. И понятно, что есть определенные дефекты, такие локальные, где лаборатория выявляла такое определенное несоответствие по техническим параметрам, предъявляемых в большей степени к асфальтобетонному покрытию. Но подряд на организации по требованию заказчика просто-напросто эти объекты, эти участки локальные переделывали. Есть у нас, я здесь пока предварительно, конечно, еще итоги подводить, качество по муниципальным образованиям. Но я хочу отметить, что в прошлом году у нас мы по ряду муниципальных образований вынуждены были не оплачивать даже средства. В этом году, конечно, тоже будут, я не буду сейчас называть эти территории, потому что требуется более глубокое там еще лабораторное изучение. По некоторым муниципальным образованиям еще не взяли, даже пробы работы завершены, но лаборатория еще не отработала. Но тоже будут определенные дефекты, где мы будем точно наказывать трублем, потому что это средства все-таки краевого бюджета. Они достаются нам крайне тяжело, и мы стремимся к тому, чтобы вот каждый рубль, он был именно на этот рубль, было сделано максимально все, что положено на автомобильной дороге. Поэтому будут определенные нюансы, я думаю, что где-нибудь в октябре месяце мы можем прям отдельно поговорить на эту тему. Но в целом уровень, который сейчас дает нам наша краевая аттестационная лаборатория, в этом году серьезно повысился по муниципальным образованиям. То есть прошлый год первый был намного тяжелее в плане именно качества выполнения работы. Ну а вот если вспомнить еще раз, с прошлым годом, а было что-то новое, что они делали в прошлом году, а в этом стали делать? Да. Следует отметить, что у нас было поручение губернаторам, и в этом году впервые пока локально вышли на несколько муниципальных образований с ремонтом внутридворовых и дворовых проездов. Эти программы были реализованы целевым образом в Каннске, в Зеленогорске, в Шарипово, где по целевому поручению были проведены такие работы. Это новация. У нас только Красноярск участвовал в таких мероприятиях. Муниципальное образование вообще не знали, что такое ремонт, и вообще возможен ли он, и бывает ли в природе ремонт внутридворовых проездов. То есть наконец-то взялись за то, что ближе всего к людям. Да, по сути, Ян, правильно вы говорите, и мы идем в таком в эволюционном определенном порядке. Почему именно вы делаете акцент то, что ближе к людям? Мы как-то неоднократно говорили, вот почему очень важна программа ремонта муниципальных улиц. Потому что там живут люди, и непосредственно эти дороги примыкают к домам, к дворам и так далее. Это самый первый, по сути, тот дорожный объект, который видят люди, на который они выходят, выезжают и так далее. Они дальше уже потом начинают пользоваться региональными и федеральными дорогами. А каждый день они пользуются именно вот этими вещами. А жители городов для них первым элементом дорожным является как раз внутридворовой и внутриквартальный проезд. Есть тема перспективная, которую мы сейчас смотрим, ну будет зависеть от источников. Это ремонт тротуаров. Понимаете, сейчас ситуация такая. Во многих муниципальных образованиях очень серьезно подтянули качество дорожной сети состояния. И понятно, машины начали ездить, люди получают, видят конкретный результат. Было совсем как после бомбежки. Сейчас можно спокойно ездить. Но дальше начинается вопрос, хотелось бы теперь хорошо и комфортно ходить. Это правильный абсолютно вопрос, который задают жители. На следующий год, да, планируете вы уже с тротуарами разбираться? Мы будем пробовать, конечно, в таком тестовом режиме уже эту работу проводить. В этом году Шарипова у нас за счет тех средств, которые мы предоставляли в рамках ремонта, вот они поработали по данной программе, у них они немножечко сделали там небольшой объем. Но на следующий год будем уже целенаправленно пробовать эту программу вводить в жизнь. Ну вот не как министра, хочу спросить, а как вот человека, который тоже пользуется дорогами. А вот есть в крае такая дорога, которую вы считаете идеальной? Ну вот едете и душа радуется. Я понимаю, что вы всегда смотрите, кажется, придирчиво. Ну это работа такая. А вот то, что... Ну да, вы правильно говорите. Потому что я-то проезжаю, у меня то знак криво стоит, то там пленка облупилась, то ограждение помятое, то трава. Я как-то вот с профессиональной определенной деформацией на эти вещи смотрю. Но так бы отметил бы вот сразу экспромтом. С точки зрения, конечно, такой современности, ну вот посмотреть, что такое может быть и как должна выглядеть современная дорога, это бы отнес дорогу, наверное, Красноярск-Железногорск. Потому что все-таки там уже все современные технологические решения у нас были использованы. И минимальное ограничение скорости, и безопасность, и обустройство, и в местах, где необходимо освещение проводится. То есть это такое, как насыщенность инженерного сооружения вот объектами обустройства. Если говорить вот с точки зрения, наверное, такой какой-то гармонии, такой внутренней душевного восприятия дороги. Ну вот недавно был в командировке Большоулуйский-Бирилюзский район. Дорога, которая, по сути, такая притаежная дорога с достаточно такой спокойной интенсивностью движения. Но какие-то испытал, такие чувства, вот не знаю, чувства такого удовлетворения. Вот как-то едешь, и радуется глаз, и ты как будто вот отдыхаешь. Такая дорога очень двухполосная, с нормальным асфальтом, но очень так вот качественно. Вот все там подстрижено. Остановочки прямо вот как-то как произведение искусства выкрашены. Там столбики эти аккуратненькие стоят. И вот смотришь, и природа, вот эта уже притаежная территория, ну, если честно, просто испытал удовольствие не просто, наверное, как вот от процесса перемещения, а просто вот такого эстетического даже удовольствия, вот эту дорогу бы привел в пример. Не могу не спросить про аэропорты, хотя времени остается у нас до окончания интервью не совсем много. Что у нас с аэропортами Емельянова? Более 50% уже металлоконструкции смонтированы. К концу года мы увидим уже триальное очертание нового здания аэровокзального комплекса. То есть уже будет понятно, как он будет в общих чертах выглядеть. Уже весь тепловой контур будет к концу года по условиям инвестиционного соглашения у нас сформирован. Часть уже работ начали по отделке технических помещений, поэтому по Емельянову идет все в строгом соответствии с теми инвестиционными обязательствами, которые принял на себя наш инвестор. А Лакель? Ремонт там уже начался. Вот самое, что волнует страны рельчан и жителей края, сохранится ли авиасообщение на время ремонта аэропорта Лакель? Из средств федерального бюджета порядка 10 миллиардов рублей будет выделено на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В этом году работы будут проводиться в течение трех лет. В этом году мы приступили уже к выполнению данных работ. 700 метров уже готовой полосы выполнено. А следующий и 2018 год еще по две захватки работы будут осуществляться. Но аэропорт будет работать в штатном режиме. Что это значит? Понятно, самолеты типа Боинга и Аэрбаса, которые сейчас работают на регулярных маршрутах, они не смогут из-за укороченной полосы работать. Но мы переведем в Норильск схему, выстроим таким образом, чтобы обслуживали суда среднего класса, это Ан-24, АТР-42, которым как раз достаточно оставшейся части полосы для обслуживания. Поэтому я хочу сказать, что обслуживание пассажиров в аэропорту будет постоянное. Спасибо большое за интервью. Спасибо. У нас в гостях был министр транспорта Казарского края Сергей Юрьевич. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!